Виктория Прямая Речь представляет Елена Новоселова Куда нас заводят эмоции и как ими управлять? Вот, мои дорогие, говорить мы сегодня будем с вами об эмоциях. Что о них говорить эмоционально, скажем мы, хватит уже. Вот, например, те, кто сидит от меня слева. Но сколько можно вам повторять? Ну, хватит проявлять эмоции. Включите голову, решайте спокойно вопросы. 21 век, рациональный. Поэтому хватит вот это все эмоции, эмоции, эмоции. Сколько можно? Дорогие мои, кто сидит справа, ну, пожалуйста, отключите вы, наконец, свою рацию. Ну, решите сердцем, что вы хотите. Решите душой. То вы плюсики-минусики пишете. И кажется вам, что вы к чему-то придете. Нет, только сердце знает правду. Вот как здорово я угадала. И вот мы с вами находимся между двух полярных точек зрения. И практически чего бы ни касалось наша жизнь, мы непременно услышим и призыв думать головой, включи голову, да, и включи сердце, оставьте свою умную голову, она тебя уже до добра не довела. И постоянно у нас эта лодка раскачивается. Казалось бы, почему? Ведь, вы знаете, я давно уже заметила, и мне это как-то очень симпатично, что очень много открытий в области психологии, наблюдений уже научных, экспериментальных, очень хорошо укладываются в разные поговорки, пословицы, наблюдения просто людей, которые их превращали в какие-то очень хорошие, вот такие афористичные, да, знания, просто сформулированные. Как ни странно, прям полное совпадение, хотя ничего странного, конечно, нет, потому что психология такая особая наука. Так вот, когда мы с вами слышим такие полярности, то это говорит только о том, что у нас, конечно же, присутствует и то, и другое. И вот сейчас, наверное, только ленивый не слышал по поводу эмоционального интеллекта. Этого очень много, это здорово, что стали на это обращать внимание. Но штука достаточно свежая, потому что всегда считалось, вы, наверное, помните, весь 20 век, особенно его вторая половина, прошли под эгидой рациональности, да, очень много было призывов к рациональности, очень много было оптимизации, как и там где-нибудь техническое, да, и знаний научных много было открытия, сделано в области медицины, техники и так далее. И призыв к жизни в коллективе, на работе, среди людей, он был очень рациональный. Вот все время мы апеллировали к этому, появилась IQ пресловутая, да, которая сначала с энтузиазмом себя проверяли, какие они умные, потом, как-то, слава богу, эта волна спала, а потом вдруг выяснили, что не дает это ничего. Нет, не все победители, успешные и харизматичные, которые могут повести за собой коллектив, обладают высоким IQ. Нет, далеко не все, иногда ниже среднего. А вот люди с высоким эмоциональным потенциалом, то, что мы называем харизмой, или мы называем обаянием моря, или мы называем какой драйвер в этом человеке, сколько в нем энергии, он заражает нас. Вот такие люди двигали и научные коллективы, и какие-то в других областях жизни. И выяснилось, что, оказывается, эмоциональный интеллект играет чуть ли не большую роль в том, что происходит с человеком, как он живет, и каких результатов. Под результатом каждый из нас принимает все, что угодно. То есть мы не говорим о каких-то общественных критериях, и мы все должны эти результаты получать. У каждого свое. Но вот ощущение достиг, сделал, получилось. В общем-то, согласитесь, даже в этой оценке есть эмоция. Не просто я достиг, на бумажке написал, там раз, два, три, четыре, пять, сижу на это, тупо смотрю, и говорю, ну достиг. Нет, ес, я достиг, я сделал, у меня получилось, у меня классно. То есть все равно это эмоция. Что такое ощущение счастья? Вот мы, конечно, мы все хотим быть счастливыми, безусловно. Но когда мы говорим, ну, допустим, джентльменский набор, я просто, чтобы не мудроствовать, лукаво, да?